Традиционный первый звонок, слезы радости родителей, переживания учеников. Восьмая гимназия Шимкента вот уже в новом здании принимает своих учеников. Обучать здесь будут по новому формату. Например, физики обучают на английском. Больше двух тысяч мест, новое здание. После ремонта восьмая гимназия стала не только крашеной, но и комфортней. Директор школы обещает следовать традициям и воспитывать. Побольше медалистов гимназии есть чем гордиться. Ни один год не заканчивается без отличников. Две смены будем обучаться в новом, просторном, светлом здании. Кабинеты оборудованы по последнему слову техники. Наша школа является научной экспериментальной площадкой по трехязычию с 2007 года. В городском управлении образования уверяют школьников Шимкента есть чем занять. В городских школах создают все условия для обучения. Познать можно разные науки и даже в самом юном возрасте. На дополнительных уроках ученики Шимкента могут абсолютно бесплатно пройти курсы молодого хирурга. Вот аппарат лапароскопии. Здесь можно провести настоящую операцию только на практике, на макете по удалению камней и желудка. Правильно? Вот я тоже сейчас решил попробовать. Давайте посмотрим, что с этого получится. Надеюсь, пациенту ничего не будет. Итак, начинаем. Начинаю искать камни. Опа. Вот, 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 вот. Поймал. О, удалил. Удалил. А в этом кабинете сидят дети. Они разрабатывают новые системы безопасности для разных предприятий. Будущие атишники могут не только расписать специальную программу, но и внедрить ее в реальности. К примеру, в этом кабинете дети от 7 до 10 лет уже работают над IT-системой. Коды они пишут сами. Настрой у школьников мегаполиса боевой. В первый день стопроцентная явка после официальной части за парты на урок. А начинается учеба с приятной новости. Этот год для школьников продлится до 25 мая. А с какими оценками дети уйдут, уже покажет время. Субтитры создавал DimaTorzok